Моя мечта, и я никому о ней не рассказывала и не делилась. Знаете, получается, что вам нужен мужчина-телевизор. Когда вам интересно, вы его включаете. Когда неинтересно, выключаете. Типа, иди на свою территорию. Да, я таких историй наслушался. Женщины, что же вы творите? Их срочно надо напусть, говорят всех, чтобы по полочкам разложили. Я Лариса Бузеева. Это «Давай, пожалуйста, добрый вечер». Сегодня у нас три жениха. Владимир, Тимофей и Руслан. А невеста у нас Виктория. Ой, сколько вас много. Да какие все красавцы. Проходите. Виктория, 34 года. В браке родила от нелюбимого мужа двоих сыновей. А после развода настояла на том, чтобы он стал биологическим отцом еще двум ее детям. Виктория – менеджер по продажам продуктов питания. Подрабатывает няней. Мечтает усыновить ребенка. Признается, что поменяла имя. Предупреждает, что она футбольная болельщица. Виктория не свяжет свою жизнь с обладателем пивного живота и не обратит внимания на мужчину, который некрасиво ест и много говорит. Выйдет замуж за энергичного, опрятного отца двоих детей с московской пропиской и стабильной зарпланы. Много вас. Красавцы. Ну что, цветочки-то кому принесли? Спасибо, мой хороший. Собственными руками сделали? Спасибо, мой дорогой. Спасибо большое. А сколько у вас всего детей? У меня четверо детей. Три мальчика и одна дочка. Сенаэм, Марк, Мартин, Матвей и Миланочка. Почему вдруг? Знаете, у меня была мечта до 30 лет родить четверых детей. А у мужчины, который был рядом с вами, у него была та же самая мечта или вам наплевать на чужие мечты? А мне наплевать на чужие мечты. Это только моя мечта. И я никому о ней не рассказывала и не делилась. А вы вообще в жизни не считаетесь чужими чувствами? Нет. Почему? Ну, я сама по себе. Я и зарабатываю, и воспитываю детей. И всю жизнь, не знаю, меня так воспитали, что нельзя надеяться на кого-то. Нет, сама по себе это когда вы хотите зеленое платьишко себе купите, хотите красненькое. Это ваше дело. А когда дети, это уже, ну мне кажется, неправильно. Нужно уже считаться с тем человеком, кого рожаете, хочет ли он. Вы знаете... И у детей должен быть отец. Отец и мать должны быть примером для подражания. У него немножко другое отношение к жизни. И я решила взять ситуацию в свои руки, как я считаю, я благодарна этому человеку, он мне подарил здоровых детей. Я очень счастлива, потому что дети, мы очень счастлив. А я не знаю, счастлив он или нет. Правильно поступила. Дети это хорошо, я это приветствую. Скажите, а если вот такой был никчемный мужчина, а почему родили от него аж четверых? Вы знаете, я когда познакомилась, мне было уже 21 год. Ну я думала, и будет семья добрая, там родим детишек, будем долго жить вместе. Спали в разных комнатах? Ну конечно. Почему? А я уставала в течение дня, и мне надо было отдыхать. А он вам помогал в воспитании детей? Вы знаете, я справлялась сама одна. Просто изначально, когда я их рожала, я надеялась только на свои силы. А он что делал? Отдыхал. А вот муж же был отлучен от тела, а вот когда время подходило к зачатию, когда вы решали для себя, что нужно... Я говорю, вот все, у меня должен родиться там в следующем году мальчик. И все, и я просто раз, время подошло, говорю, ну пора, приходи в гости. Раз, я беременна. Мне нравится ее такая вот самоуверенность в том, что другого быть не может. Уже у вас было трое детей, вы развелись. Да, мы с ним развелись, и было бы, наверное, все прекрасно в жизни, но мы с детьми попали в ДТП. Такое легкое, и я вспомнила о муже, он пришел, помог с деньгами и остался жить. Я говорю, он, знаете, он, когда мы расходились, он что-то делал, стремился, обещал, вставал там на ноги, работал, где-то зарабатывал, ухаживал, в рестораны звал, ну, занимался детьми. Было все совершенно по-другому. Когда он опять вошел в семью, все, забыл про все обещания, сел и забыл про все. И вот вы четвертого ребенка уже зачали от бывшего мужа. Да. Вы ему сказали, хочу четвертого делать. Он согласился, он всегда соглашается со мной. А что же делать будет ее новый супруг? Муж вроде все сама, сама, а как муж отдыхает, так жалобы. Вот смотрите, у вас трое мальчиков и одна девочка, и они должны расти в уважении к мужчине, для того, чтобы девочка потом удачно вышла замуж и уважала мужчину, с которым живет. Для того, чтобы парни росли в уважении к отцу. А если вы его ни во что не ставите, он для вас такой сперметозоид, донор. Пришел, привезли, сделал и все. Мальчишки, не боитесь за парней, что у них будут комплексы? Вот просто, Илья, почему? Вы знаете, я пытаюсь воспитать их правильно. Я объясняю то, что, ну так получилось, пусть папа живет отдельно, мама отдельно. Вы не будете слушать какие-то, слышать ссоры. Я не считаю нужным там, чтобы мы вместе. Борис, я к вам как к мужчине. Вы давно дружите? Да. А вы с Аленой парой? Да. У нас тоже четверо детей. А вот вы мне, скажи, ваша позиция, вот, мужчины. Мне кажется, у нее есть все-таки уважение. У нее больше такая осталась все-таки обида, наверное, к мужу. На что? Ну, потому что сложилось все не так, как она хотела. Послушайте, Виктория взрослая, очень взрослая женщина. Ну, можно один раз вот как-то... Я только говорю сейчас о чувствах, потому что у нас программа называется «Давай поженимся». Она о любви. Вот я эту сторону хочу сейчас. А то, как мать, то, что она четверых родила, и то, что она их воспитывает, это вызывает глубочайшее, с моей стороны, глубочайшее уважение и восхищение. Если бы ее муж, не дай бог, погиб бы где-нибудь, или с ним бы случилась беда, я бы сказала, боже мой, это невероятно. Только русская женщина может вот так тащить четверых, ни от кого не зависит. Вам уж помогает? Алименты, кстати, платят. Ну, есть там чуть-чуть алиментов. Ничего себе, чуть-чуть. Он должен вам 700 тысяч за 11 лет. Ну, это он должен. Он же мне их не принес, не отдал. Машина. Неправильное у нее положение к машинам. А какое? Нужно же уважение какое-то. У вас четверо детей, вы еще подрабатываете няней. Как это возможно? То есть няня, это с чужими детьми, да? Да, мне доверяют чужих детей. И все, у меня рабочий день до пяти часов. Я приезжаю, успеваю. Забрать из садика, если не успеваю, у меня старшенький. Кто-то помогает? Старший у меня помогает. А мама, сестры, братья? Вы знаете, мама мне подарила жизнь. Помогла с квартиры, да? Вы москвичка? В Подмосковье, где мы живем. Дали образование. Я не в таком возрасте, что я считаю, они должны уже отдыхать и помогать должны мы им. Вы в хороших отношениях с родителями? Конечно. Она, конечно, очень любит себя. А это все просто, ну, не знаю. Давайте посмотрим на вашу большую семью, как вы справляетесь. Я очень слабо, хватит. Самый серьезный парень в нашем доме. Я хочу есть. Что мы готовили? Вот так, машинка потекла. Мужчина не хватает. Ну, телевизор сломается, настроить нет. Еще ничего не хватает. Тут машинка истиральна, какие-то проблемы вечные. Оп. У меня вопрос. Что хочешь, мама, молока тебе? Конфеты тебе. Ты что ждешь? Я хочу плачек. Куричка, мама. Суп варь. Мама, дай ложку. Я еще не успела. Дай ложку, мам. Даже маме места нету, вы понимаете? Потому что мама не успела. Все, садись, ладно. Мама, передумала. Как нам не хватает, хозяина, замкнула? Кто взял? Застроил телевизор. Прокажи, ты хозяин. Да ну, сами че, мастера. Как нам тяжело. Привет! Скажи, привет! Ну, это невероятно, конечно. И у вас нет домработницы. Нет. Еще хотите детей своих собственных рожать? Или уже от другого мужчины? Если полюбите, выйдете замуж. Ближащие два года нет. Мне надо со своими разобраться. А жених у нас богатый должен быть? Нет, почему богатый? Ну, обеспеченный, допустим. Жених у нас должен быть хозяйственный. Что значит хозяйственный? Ну, чтобы деятельный. Убирался у вас, готовил, стирал. Ну, если кран протечет или машинка стиральная, да. Потому что я это могу все сделать сама. Если, допустим, будет инженер по водоснабжению, зарплата 30 тысяч. 30 тысяч. От скольки рассматриваете? Ну, я не знаю, хотя бы побольше. Хорошо, давайте так вопрос поставлю. Какую часть забот он должен взять на себя по отношению к вашим детям? В первую очередь он должен найти с ними общий язык, да. Полюбить их. Это если вы постараетесь? Не знаю, там, сходить, погулять, поиграть, объяснить. На вашей территории жить будем? Жених-то? Нет, хочется жить. Нет, жить. Какой жениться? Жить. Спать мы где будем? Почему? Либо нам дверь, отдельно кроватку, или там... А у него не будет никакой территории. А как вы это себе представляете? Он, значит, должен... Ой, ему жена нужна. Значит, когда... Знаете, получается, что вам нужен мужчина-телевизор. Когда вам интересно, вы его включаете. Когда неинтересно, выключаете. Типа, иди на свою территорию. Устала. Такие номера не пройдут. Нам, мне еще надо уговорить взять четырьмя детьми. Нет, вы смотрите, Вика, а что хочет, набрасываясь на вас, Рос, узнать? Вас не хватало на родного мужа, на отца ваших детей. Вы говорили, я спала отдельно, а как иначе? Я так уставала за днем, мне нужно было отдыхать. А тут мужчина, который захочет от вас внимания, ласки и заботы. А вы скажете, я устала. Он скажет, устала, так это же твои дети. До свидания. Потому что так много женщин отдохнувших, которые ждут ласки и готовы давать эту самую ласку. Как вы себя будете распределять? Вы знаете, меня хватит. Устала я... В том браке устала. Может, это была моя отговорка, что я устала, закрыла дверь и сижу, играю с детьми. Понимаете, занимаюсь своими делами. Устала, может, от того человека. Спать мы будем в вашей квартире. Да и в моей, разберемся. Жениться можно на любой территории. Мне все понятно. Роза, Вася. Ой, что могу сказать? Вот если бы, Виктория, даже с четырьмя детьми, вы бы сидели и говорили, ой, вот дурочка-то была, так муж будет, так я ему и это. И я, как говорится, с опахалом рядом. То есть врать. Она должна сидеть врать. Если она хочет с мужчиной быть, если она хочет своих детей. Да, на третий день она станет такой, какой она сейчас перед нами. Честная, открытая и всю правду говорит. Тогда зачем пришла, Ларис? А почему? А я, например, за правду. А кому-то, как ты говоришь, на этот... Интересно, кому нужна правда, которая выглядит следующим? Значит, мне нужен помощник, которого я буду иметь. Когда она сейчас его взведет в заблуждение, а на второй день он ее выбросит на улицу с детьми и скажет, так ты же мне обещала совершенно другое. Я за честность, спасибо вам за это. Нет, а я не за честность. Я за то, чтобы все-таки дать себе возможность выбрать мужчину, уговорив его с четырьмя детьми, а дальше подстраиваться, делать так, да, вам придется балансировать на эту ситуацию. Но проворать нет. Ей хочется быть женщиной, ну нормальной. Чтобы найти мужчину, который взял бы на себя какую-то ответственность, как мужчина. Виктория, а вы когда-нибудь в своей жизни сомневаетесь в своей неправоте? Вот что, допустим, оппонент ваш может быть прав, а вы глубоко ошибаетесь или нет? Может, бывают моменты, но я всегда права. Для чего мужчина вам нужен? Вот в вашей прекрасной полноценной семье. Ну, без мужчин-то никуда. Сексом есть, бывшим заняться можно. Да, это уже... Василиса, что не так по звездам? Очень-очень сложный тип. Прежде всего, есть у нас здесь активность или устремленность, знак стрельца, проявленный в гороскопе. Во-вторых, аккуратность, знак девы, проявленный, вы очень аккуратный человек на самом деле. И одновременно луна в рыбах – это и чувствительность, у вас ее достаточно, и безалаберность. И оппозиция в Венере и Луны – это контраст женского начала, женского сексуального начала и материнства в женщине всегда. Вот у вас в Венере в деве, она слаба, чувства слабы, а эмоции луна сильны. Нужен ли ей вообще мужчина? Вот вы действительно очень эмоциональны. А вот чувство, как привязка долгая к конкретному человеку, к конкретному объекту. У вас в этой жизни, я думаю, пока еще не было. Но детей мы не считаем. Я говорю про партнера. Вот я думаю, что мы сегодня должны найти мужчину, на котором Виктория сможет долго фиксировать внимание. Вот думаю, что нам будет интересно посмотреть. Если вы будете отвлекаться, думать о своем и говорить о себе, мы сразу поймем, что это неинтересно. Но еще под конец, знаю, что вы меняли имя и были когда-то Натальей, а стали Викторией. Да. Так вот имя Виктория, к сожалению, вредит вашей личной жизни. Если хотите замуж, давайте поменяемся обратно. Тем более, что имя Натальи вам все равно родное. Ей нужна новая энергия какая-то, новое движение. Давайте знакомиться, проходите. Владимир, 40 лет. Заместитель директора в крупной компании. Гордится тем, что отстоял право воспитывать своих детей. Мечтает сделать ремонт в своем подмосковном доме. Супруга Владимира стала посещать психологические тренинги и решила, что ей срочно нужен муж-олигарх. Сменила дверные замки в квартире и вычеркнула Владимира из своей жизни. Я так понимаю, что это ваши детки. Да, это Максим и Диана. Ну что, детей отправим? Ну, пусть, наверное, пока немножечко посидят отдельно. Ну, давайте, пусть посидят. У меня такое ощущение, что вот если бы представить себе это семейство, то вот с этим товарищем она могла бы жить. У вашей жены были какие-то психологические проблемы, что вы ее отправили на психологические тренинги? Нет, она сама вот решила сходить. Ну, вот в 2001 году у нас родилась дочь. Ну, как-то у ней материнский инстинкт со временем так вот как-то раскачивался медленно. Она могла оставить ее одну, уйти. Вот оставила, например, на диване, только начинала наползать, подушками обложив. Ну, ребенок ползает, интересно, кувыркнулась на пол. Сотрясение, неделя в больнице. Ну, бывает, что вот так закрутилось. Ну, бывает. Ну, бывают разные случаи. Нет, я ничего. И вы на нее как, спустили всех собак? Нет, никое мрази. Наказали ее? Я даже раньше скорой приехал. И серьезное было сотрясение у девочки? Ну, нет. Потом мы обследовались. Медицина сказала, что все хорошо. Ну, это был единственный случай, когда вам показалось, что она никудышная мать? Ну, я бы не сказал, что она никудышная совсем. Просто такое впечатление складывалось, что она Диане чувствовала соперницу. А как она об этом вам подтверждала? Ну, говорит, если бы ты ко мне относился так, как к дочери, было бы... А сколько ей лет было жене? Она на два года младше меня. А как вдруг она из вашей жизни исчезла? Мало того, вы же отсудили детей? Ну, пришлось. Почему? Она была наркоманка, алкоголичка. Она истязала детей. Что? Как она провинилась? Нет, я не могу сказать, что она променилась. У нее просто были весьма своеобразные методы воспитания. Например, дочери. Ну, например, делание урока в половине двенадцатого ночи с линейкой в руках. А если ребенок до половины двенадцатого безответственно болтался по дому, не делал уроки? Нико. А мама решила наказать ребенка вот таким, чтобы в следующий раз она справлялась до девяти? Нет, просто мама записала ребенка в разные кружки и секции, когда она после школы шла заниматься. И ребенок не успевал. Приходила домой в восемь, пока, так сказать, отдохнуть, покушать. Время девять-десять. А нет, а время девять-десять это много. Нет, сейчас все записывают в разные... А как по-другому? Потому что другая девочка, которая будет посещать все эти кружки, она будет более успешна, она больше в жизни успеет. Мама же в это время не курила на кухне сигареты со своими подругами. Она же занималась с детьми в кружке и отдавала. Ну, я не думаю, что театральный кружок, это прям такая необходимость, что вот... Почему? Для девочки это очень даже хорошо. Но это же, наверное, было единожды, что вот в половине двенадцатого она заставила делать Диану. Нет, это постоянно было. Диана, а вы свидетесь с мамой? Да. Часто? Каждый четверг. А хотелось бы чаще? Ну, не знаю. У мамы есть мужчины, дети новые? Мама одна живет? Я ее личной жизнью не интересуюсь. Мама должна быть вообще у каждой девочки. Я думала, четверг, по четвергам будет видеться. Ну, по четвергам это, конечно, переборно. Ну, вообще, ну... А когда с мамой встречаетесь, как вы проводите время? Ну, обычно по торговому центру ходим. Там в кафе, в магазин игрушек, вот, брату какую-нибудь. А вы ходите вместе с братиком или по отдельности встречаетесь с мамой? С братиком. Ясно. Скажи, пожалуйста, а ты хочешь, чтобы папа женился? Только честно. Ну, хотелось бы. А хотелось бы, чтобы папа с мамой были вместе снова? Почему? Мама выгнала ее. Почему? После того, как она вот походила на тренинг, вдруг она решила, что я неудачник, я в ее жизни, значит, не нужен. Она найдет себе олигарха. После чего были сменены замки. Вот, попасть я... Диана и Максим, все-таки я настаиваю на том, чтобы вы вышли, пока где-нибудь там поиграли. Давайте, а потом я вас позову. Спасибо большое, ребята. Проходите. Спасибо вам большое. Ощущение такое, да? То есть, когда говорят слово «мама», она так начинает смотреть на всех, прозрачно. То есть, мама для нее это что-то такое экзотическое. А вот когда вы ее брали в жены и рожали двоих детей, вы ей что-то обещали? Вы были более успешны, чем после рождения? Нет. Я работал в другом месте, она знала, за кого она выходила замуж, что я не, скажем так, сам у меня олигарх, не сын олигарха и не внук. То есть, мы были простые молодые люди. Вот она прямо пришла, имеет два детей и сказала, с собой нечего ловить, Вован, я хочу себе мужа олигарха. Вот так мне сказали. И она прямо вот оставила детей или вы ее выгнали? Нет, она сменила замки просто. Юридические жилища, где мы проживали, там были прописаны она и дети. Скажите, а как так получилось, что вы отсудили детей? И почему вы это сделали? Ваша девочка не выглядит счастливой. Разговоры просто о маме, у нее, как правило, вызывают не совсем позитивные чувства. Потому что это с вашей подачи она? Нет. Потому что дети очень... После смены замков, бывшей женой, я проживал отдельно. Да. Соответственно, приходила навещать, не опускался в квартиру. То есть, наше общение с детьми происходило на улице. Причем, в основном, с дочерью. Да. Младшего не опускали. Да. Вот. Потом мне дочь позвонила, сказала, что меня мама выгоняет. Я говорю, как? Она говорит, с вещами. Я говорю, собирайся, сейчас приеду. Как бы прыгаю в машину. А вы поинтересовались, за что? У нее возникли очередные какие-то претензии. У девочки? Претензии еще до развода у них были прям буквально до драк. То есть, я их разнимал. Кого с кем? Жена лупила дочь. Мои взгляды на воспитание с ней в этом вопросе расходились. То есть, я был против того, чтобы применять силовое воздействие на ребенка, тогда еще маленького. Послушайте, если у вас с женой было вот так все ужасно, конечно, ребенок должен был принимать что-то в сторону. Конечно, ребенок был взнервлен. Хорошо, давайте так. Владимир, это уже история для другой программы, и другого требует формата и времени. Просто вот у Виктории четверо детей, и естественно, она вам не будет задавать, не будет с вами так жестка, как я, но в сжатое время она должна о вас узнать как можно больше. Я считаю противоестественным. Эта женщина должна совершить какие-то проступки, чтобы ее лишить общения, отсудить детей у нее? Ну, так суд решил? Девочке нужна мама. Ну, у тебя есть мама, и слава Богу. У меня есть, да. Вас не пугает перспектива стать отцом шестерых детей? Меня нет. Нет? После произошедшего меня сложно чем-то испугать. Это вам нужны вот женщины, которые, собственно говоря, сама определяют, когда она допускает тело мужчину, когда не допускает, как нужно там это, вам это надо или нет? И этот вопрос обсуждаемый. Ну, мне кажется, что они будут, они могут жить мне. Ну, могут. Это вот, вот они, по-моему, совпали. У вас есть три бонуса. Скелет в шкафу, семейная традиция и свидание наедине. Свидание наедине. Пожалуйста, проходите быстро, у вас есть минута. Ну, я думаю, не так страшно, да? Четверо моих детей, двое ваших прекрасных деток. Правильно же? Опять же, мальчики. Я вот только одного. С мальчиком? Ну, а как вы относитесь? У меня-то три мальчика сразу, и все они у него идут таким характером, да? Конечно. Больше мальчиков хороших и разных. Будет футбольная команда. Да, мы как раз с футболом дружим. Владимир, мне не показался убедительным. То, что дети с ним, это какая-то его обида, это какое-то задетое мужское самолюбие. Девочка не выглядит счастливой, и это совершенно оказалось в такой вот ситуации здесь. Ну, когда мать тоже выгоняет ребенка против футбол. Рост. Девочка, подросток, на вздорише может сказать, просто повздорив с мамой, и все, я ухожу, мама может сказать, собирайся, иди. Ну, это все на эмоции. Это раз, полдвенадцатого уроки, ну и что, иногда и в час, говоришь, пока не выучишь, не пойдешь. И как тогда обсудили? Скажите мне, пожалуйста. А что у вас дочка такая скромная? Она, наверное, просто стесняется? Ну, она просто скромный человек. Она сказала, нет, она сперва молчала, а потом она сказала, ну, можно. Просто когда много народу, она стесняется. Но если так вот общаться наедине, она достаточно... Ей надо просто вот понять человека и... Не хватает, ей не хватает. Мальчик такой вообще прелесть, замечательный, я не знаю, такой хороший ребеночек. Ну, да, дочке вот, видимо... Ну, ее просто... Скажем так... Разбудить надо, знаете, ей не хватает. Вы же не можете ей, да, и там и работы, и любовь. А их надо, не знаю, девочки, они же другие, их надо любить. Ну, конечно, другие. Владимир выглядит вполне адекватным человеком, и он достаточно добросердечен, я могу тебе сказать. Ну, ты не представляешь, какие способны совершать мужчины поступки, если они злы на женщину. И как они могут мстить, и как они могут больно ударить. И давно вы один? Три года. А, и вы в дом никого не приводили, с детьми не знакомились? Ну, скажем так, были какие-то знакомые, кто более адекватен, с тем и знакомы. А дети как относились? Хорошо они, ко всем хорошо. Ну, дети у них такой возраст, знаете? Они очень контактные, и очень спокойно относятся, и со всеми очень мило дружат. Прекрасно. Если бывшая жена сейчас смотрит Владимира, если вы захотите прийти сюда, просто чтобы реабилитировать себя, мы будем вам всегда рады, мы найдем вам какую-то роль в нашей программе, для того, чтобы вы смогли себя оправдать. Потому что зачем вашим детям жить с этим? Пожалуйста, мы вас всегда ждем. Владимир, у вас время истекло. И если вы приготовили сюрприз, пожалуйста, покажите его сразу же. Да. Хотел бы я сделать вам сюрприз. Виктория, не присаживайтесь, прошу мне помочь. Давайте, наверное, позовем наших детей. Я приготовил вам небольшой сюрприз, очень вкусный, который любят все дети, наверное, я надеюсь, и ваши тоже. Дети, кто готовит. Так. Дети мороженые. Проходим, не стесняемся. Накройте мороженого. Сейчас. Проходите ближе. Кто любит, кто любит ягодные, шоколадные. Так. Давайте маленькие сначала. Давайте я вам помогу. Дайте ребенку мороженого из Верги. Детки, познакомьтесь. У меня Марк. Видишь, Диана, в седьмом классе. Здорово. Божечку. Все. Ну что? Здорово? Да, на, кушай. Ну? На, кушай. Как? Держи, держи. Очень вкусно. Ну, слушайте, супер. Видите, дети рады. А что еще надо? Правильно? Любимые детские лакомства. Вот, девочка улыбка отстала, да? Парень такой классный. Шикарный сюрприз, шикарный. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо, проходите. Алена и Борис. Да? Что скажете? Пока что все, что я видел о Владимире... Я ничего не напрягу и не смутил. Только положительно. Мне показалось, что он очень непростой человек, нудный и, ну, какой-то тяжелый. А когда он сказал, что полдвенадцатого уроки сделала, то Виктория делает, я думаю, каждый день полдвенадцатого, потому что в четыре или в шесть утра она встает, бежит на футбол, кружки, танцы и такая канитель целый день. Да, и это такая наша женская жизнь. И мужчины просто не в курсе. И действительно, сегодня, чтобы успеть многое, да, нужно мало спать и много двигаться. Виктория, а как вам вот эта история? Не только в этой женщине проблемы, мне кажется, и в нем. Да? А разве мужчина не должен поддержать был? А разве мужчина должен был допустить, чтобы она на какие-то курсы эти пошла? А разве он не должен был ее успокоить и сказать, это все глупость? Вот ты родила прекрасных детей и так далее. Почему в позу нужно вставать обязательно? Не испугала? То есть понимаете, что ваши все ошибки, если вы будете, они будут все зачитываться, и потом это все будет против вас? Это понятно, это видно. Мне так показалось. Что это против вас? Какого-то монстра прям делают. Володя не разбежался четверых детей. Понимаете, у него он своих двое. Ему самому нужна женщина, которая... Ну, он же пришел бороться за Вику. Ну, пришел, может быть, за красотой пришел. Потом раз по себя пришел, как говорится, и понял, что не надо. А на него очередь с двумя детьми? Да, очередь будет он. Деньги хорошие получает, отдельно жилье есть. А что звезды? Неоднозначные, но все-таки я бы хотела как-то Владимира реабилитировать. Астрологически понятно, что в гороскопе очень-очень много воды. Он человек добросердечный, и это видно и по его отношению к детям, и по сюрпризу, как он потеплел рядом с вами, рядом в окружении детей. Я думаю, что история с женой больше не повторится. Там действительно все было очень-очень непросто. Рассмотрите его кандидатуру, не отрицайте сразу, потому что он действительно неплохой человек. Другое дело, что любит легкомысленных женщин. Мои женщины легкомысленные. Но вы не производите впечатление человека. Проходите. Ой, здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Вы прям такая хрупкая, маленькая, даже не ожидал. Меня прям все затепетало. Блин, очень приятно. Мне тоже. Спасибо, проходите. Тимофей, 40 лет. Владелец студии спортивной акробатики. Гордится званием мастера спорта по спортивной гимнастике. Мечтает открыть магазин. Предупреждает, что не может иметь детей. После 15 лет брака понял, что лишает свою супругу радости материнства. И, скрипя сердце, разорвал отношения. Надеется, что благодаря Виктории он обретет полноценную семью. Здравствуйте, Тимофей. Вы, конечно, красавец. Служены великолепно. Когда вы узнали, что не можете иметь детей? До свадьбы или после? Я до свадьбы узнал, что у меня не может быть детей. Вот. Но на что... Ну, смотрите, вам было 22 года. В 22 года об этом думают мальчики? Ну, по крайней мере, судя с одной девушкой, я жил не предохраняясь. Поэтому, получается, так, что я сделал вывод, что если она не забеременела, значит, надо задуматься как-то об этом. И вы в 22 года перед свадьбой пошли к врачу? Да. И сказали, что у вас неподвижное детородное семя? Ну, нет. Мне сказали, что я иметь детей могу, но если, допустим, как по программе ЭКО. Да, и он сам убрал брак из своей жизни. А, ну, он, наверное, все-таки хотел, как лучше для жены. Сколько было попыток? Много? Было три попытки. Не получилось? В течение 15 лет. Да, и не закреплялся плод. Вот, и все уходило в никуда. И ведь вы жили в большой любви и согласии. Да, у нас практически никогда. И вот вы за нее решили, хотя она вам предложила взять ребенка из детского дома. Да, я как-то понял, что... Дело в том, что она может иметь детей. Вы ее больше не любите, как женщину, честно? Я ее люблю душой, но физически. Физически нет. Скажите, Димофей, и вы за нее... Я не вправе за нее решать. Но вы за нее решили, что вам нужно развестись. Что она должна найти себе другого мужчину, и у нее там, возможно, будут дети. А она любит вас и сегодня. Мне хочется, чтобы она себя реализовала, как женщина, как мать. А она хочет любить вас. И она хочет реализовать себя, как мать, рядом с вами. И не важно, будет это ребенок ее кровный или она возьмет. А вы ее лишили, она вас любит. Дело в том, что я не до конца готов, допустим, взять ребенка из детдома. Может быть, это еще психологически я не готов. Но при этом вы готовы взять женщину с детьми, например. Где логика? Это тоже будут чужие дети. Для вас. Дело в том, что... Ну, это будут ее дети. Да, это будут совместные уже как бы дети, понимаете? Они просто... Как совместные? Если вы женитесь на Виктории, у нее четверо детей. Ну, получается, это ее дети. И значит, это уже и мои дети. Ну, что у него-то не будет. То есть, ну, это теперь мое. А у него накопилось-то там, наверное, любви. Ну, вот смотрите, здесь сразу четверо. Ну, это хорошая футбольная команда. А денег хватит? Вас это радует скорее. Я люблю детей, я работаю с детьми. Денег хватит? Денег? Да. Денег хватит. Заработаем. А сколько зарабатываете? Достаточно, чтобы прокормить и... Виктория, не будете ревновать к бывшей, которая будет звонить, появляться, плакать, любит, поздравлять. Он будет говорить, что она родная. Я думаю, что... Не, мне просто кажется, что он ее все равно любит. Она если родит, потом придет к вам, и вы ее... Как вот наша ситуация, что, да, вы пришли ко мне с детьми, так же она придет с ребенком, и у вас будет все нормально, все хорошо. А что вы за него решаете? Он сказал, что физически больше у нас ничего не может. Физически. А самое главное, это где? Где? Я считаю, душевное состояние. Когда человек... Когда душа любит, понимаете? Виктория, это у нас, у женщин, а у мужчин и душевное, и физическое очень тесно переплетено. Да. Не, ну если вы так будете на него смотреть, то я думаю, что... Вы знаете, что у вас осталось два бонуса, скелет в шкафу и семейная традиция. Что хотите? Семейная традиция. Ну, я люблю ходить по выходным в церковь. В церковь? Да. Ой, как это прекрасно. Мне хочется. А вы, любимый, мы тоже ходим всегда. То есть, я считаю, что мы должны быть рядом с Богом. Человек, видишь, как вы оцерковлены, серьезно, да? А сюрприз приготовили? Да. Покажете? Да. Супер. Так, Виктория. Да. Нужно будет... Нам нужна команда. А, детей. Да, хотелось бы пригласить ваших детей. Дети. Дети. А вы играете в футбол? Да. Давайте сделаем так. Заходим. Смелее, смелее, ребята. Давай, давай. Заходим. Так, по одному. Мы стоим с мамой на ворота. Вы тоже разумный такой ударчик. Так, аккуратно. Да. Можно взяться за руки. Мы стоим на воротах. Давайте. Первый кто у нас? Оп. Отбили. Давай. Ну. Ты куда так сильнее? Есть. Хорошо. Так. Мотя. Ой. Молодец. Забил гол. Ха-ха-ха. Молодец. 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 Как можно женщину через детей купить? Так. Спасибо большое. Спасибо, Тимофей. Спасибо. Ребята, Виктория, проходите к нам. Борис и Алена, я смотрю, вы тоже так повеселели. У вас глаза загорелись. Как вам? Глядя на Вику. Ну, Виктория. Повеселела сразу. Живой, веселый, энергичный. Много общего. Футбол, спорт. Да. И ей очень понравилось. Как вам было сразу? Мне понравился. Он живой, понимаете? Ему и детям будет весело. И мои дети, ему не будут в тягости. Ему будет очень легко с нами. Не сломаете его? Нет, не сломаем. Ну, посмотрим это, насколько в ней что-то возникло по отношению ко мне. Роза. Значит, образование педагогическое, плюс спортивное. Хорош с собой. И жилья нет. Идеальный просто вариант. Идеальный. Вам, конечно, не сказано повезло с вашим первым мужем, подкаблучником, из которого вы все высосали. Все, что вам нужно, вы все поимели. Но вы должны знать, что не все такие мужчины. Поэтому сможете ли перестроиться, сомневаюсь. Но даю вам просто совет. Не унижайте мужчин, иначе вам все вернется через ваших детей. Я согласен с Гузеевой, что на самом деле я постараюсь быть лидером в семье. Я пытаюсь найти гороскопические завязки и какое-то соответствие той ладной ситуации, которую мы видели на сцене. Вы очень гармонично смотрелись, но я не вижу ни одного пункта в гороскопах, который мог бы вас объединить в реальной жизни. Мне не кажется, что это ваш мужчина, потому что он более смелый, более дерзкий, более отстраненный, чем тот человек, который вам нужен. И он точно не будет жить под чужую задачу. А вам нужен мужчина, который, в общем, придет в вашу семью с комплексом желания реализовывать. Послушай, ей нужен такой же мужчина, как ее бывший муж, только чтобы она еще с ним хотела спать. Вот и все. Но ей нужен, как бывший. Я скажу немножко по-другому. Это должен быть человек, который реализует ее планы. Такие мужчины есть, но это точно не так. Я подарила этот вечер, и такие сюрпризы возникают не просто так. Вот, я думаю, все будет хорошо. Пойдемте познакомиться. Спасибо, проходите. Руслан, 39 лет. Директор по продажам в крупной компании в Санкт-Петербурге. Гордится тем, что вырастил двух дочерей. Предупреждает, что не готов сменить место жительства. После 17 лет брака супруга предала Руслана и ушла из семьи. Надеется, что Виктория будет ему предана. Расскажите, как вас предала жена после 17 лет брака? Да так получилось, на самом деле. Новая любовь. У нее? Да. Как вы узнали об этом? Она мне дала понять, так, недвусмысленно, что что-то происходит. А вы ее прямо так в лоб спросили, милая. Мне кажется, у тебя кто-то есть. Да, нет. Она, наверное, очень хотела, чтобы я так спросил, но я не спросил. То есть, зная об ее измене, вы делали вид, что все в семье хорошо? Потому что так любили? Нет, я не знал. То есть ждали, пока перебесится? Нет, я не знал об измене. Это было все буквально в один вечер, когда все это накалилось из спокойного состояния к совсем неспокойному. То есть она просто приехала как-то очень поздно совсем, ждала от меня вопросов всякого рода, наверное. Но я их не задал. Но все понял. А сколько Маши было? Девять. А вы с соперником не встречались? Нет, я его не видел. Вот это правильно. Чтоб тебе потом спину не прилетел. Кисак, топор и ржавое пило в придачу. А с кем осталась ваша дочь? Со мной. Почему? Я не очень... Какая это была воля? Вы знаете, как воля? Ну да, наверное, моя, потому что я не очень хочу, чтобы моя дочь жила в другой семье. Скажите, а она легко согласилась с тем, чтобы дочка осталась жить с вами? Вы знаете, она не сильно возражала. Маша, а ты ходишь к маме? Да, очень часто. А кто у тебя там, братик, сестричка? Братик. Как зовут? Зовут Коля. Общаешься с ним? Да, очень хорошо общаюсь. А не хочешь жить с мамой? Знаете, ну, в общем-то, я с ней не так уж и разделена. Тенденция, однако, девочки с папами. Руслана, а почему вы не доверите семейный бюджет своей жене? Да там не все так однозначно. Просто бюджет такая штука, вот мы все вместе обсуждаем, а потом я ставлю последнюю точку. Кто же бюджет доверяет жене? Скажите мне, пожалуйста, вот такую вещь. А как вам кажется, что вы не додали своей жене, чтобы появился молодой любовник? Я думаю, что все случилось потому, что любовь... Любовь вообще трудно победить, если она возникает. Ну, она, как правило, сметает все головы. Для любви, чтобы она возникла, должна быть благодатная почва. А благодатная почва для того, чтобы возникла любовь в семье, это плохие отношения с мужем? Я не знаю, вы знаете, у нас были очень хорошие отношения, честно. Да, поэтому для меня это все само не ожидается. Хорошо, давайте так, вот смотрите, перед вами сидит Виктория, у нее четверо детей. Вы неплохо зарабатываете, хорошо зарабатываете, и у вас дочь. Все ли дети будут равны в денежном, так сказать, отношении, правда? Да, сто процентов. Нет, мне кажется, он хороший семьянин, вот этот вот мужчина. У вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Нет, я не хочу знать. Ну, какая глупая, я хочу. А мы не хотим. Ой, да конечно. О-о-о, самолет. Да это слишком большой самолет. У вас частный самолет есть? Нет. У вас авиафобия? Нет, наоборот, авиамания, наверное. Угу, пояснить. Ну, как, захотел научиться летному мастерству. Ну, так, в тайне от всей своего семейства начал брать эти уроки пилотирования. Какой вы молодец. Какой вы молодец. Я смотрю, там как-то гитара одиноко стоит на стуле. Не хотите ли вы нам показать сюрприз? Ой, я попробую. Попробуйте, пожалуйста. Ну, просто, ну, бальзам. Ну, что же ты? Случилось что-то в городе моем. Пульвары распахнулись, словно крылья. Бульвары раскаленные остыли, смеются люди в городе моем. Дождём освобождённые от пыли. Браво! Спасибо. Маша, ты можешь гордиться своим папой. Проходи с ним в комнату. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо. Мне оно очень нравится, очень-очень. Алёна и Борис. Да, я таких историй наслушался. Женщины, что же вы творите? Их срочно надо на пусть говорят всех, чтобы их по полочкам разложили. Ничего, у нас будет филиал субботний. Поговорите с Гузеевой называется. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень понравился. Во-первых, такой спокойный, чёткий, состоятельный. Интеллигентный, питерский, мягкий мужчина. Но не мягкотелый. Но последняя слова за ним. Кошечка моя, он не станет подкаблучником у Виктории. Вот всё, где сядет, там и слезет. Такой мужчина ей нужен. Да, только его надо ещё уговорить директор крупной компании по продажам. И дело не в этом. Виктория навряд ли будет вокруг него волчком. А если она не будет, будут другие. Готова поменять себя? Ну, уже пора бы. Да готова, конечно, готова. Куда он денется-то? Какие могут быть вопросы? Хороший мужчина, очень хороший. Но с ним нужно держать ухо востро. Потому что при всей его мягкости он не даст об себя, ещё раз говорю, вытирать ноги. Не нужно соответствовать. Он умный, он интеллектуал. Он слушает другую музыку. Он питерский. Они совершенно отдельные люди. Он к вам будет хорошо относиться с уважением, если будете к нему относиться с уважением вы. Роза, как тебе жених? Да мне Руслан понравился. Конечно, он как интеллигентный мужчина оказал уважение, даже что-то тут поддакивал, что да, готов. Да не будет он ничего это делать, собственно говоря. Тем более уже есть возраст, в котором хочется жить для себя. Просто, не знаю, она чудесная. Тебе нравится? Ну хорошо. Да, никогда есть учётские женщины, я на которых смотрю и понимаю, как бы вот она вот прям вот. Маша, ты меня пугаешь. Кто будет замуж за неё ходить? Я? Ты. А что звёзды, совместимы ли наша пара? Если бы встретились на улице, думаю, вряд ли бы обратили друг на друга внимание. Но может быть замечательно, что есть программа, где люди даже на улице, не обратившие друг на друга внимание, бы встретились. Но мне кажется, что это уже такой достаточно мощный сигнал. Можно быть заботливым человеком, но не ласковым. Вот это про Руслана. Он способен быть внимательным, деятельным. Он способен в мелочах ухаживать. Действительно, делать комфортным жизнь близкого человека. Но я думаю, что нежности от него можно будет добиться только долгими-долгими годами. А она нужна в актуе, Виктория, эта нежность? Виктория сама, мужик в юбке. Но большей части женщин всё-таки нужна. Представляешь, как много о себе узнаёшь. Оказывается, я не ласковый. Нам нужно выбирать из троих мужчин для Виктории. Кого советуете? Конечно, лучше вариант всех трёх взять. А там уж выберем со временем. Как раз дополнение, да? А если серьёзно? Я посмотрел, как Володя очень хорошо с детьми. Они поладили у детей тоже. Прям подарили они вдвоём с Викой своим детям счастье. А сколько они ещё им могут подарить? Алена, как ваше женское сердце? Мне понравился третий жених. Потому что мне кажется, что он очень сильный. Третий понравился. Третий это был я. Я рекомендую Тимофея. По крайней мере, у неё терпение больше, дольше будет. Ну, глядишь, и вы как-то притрётесь, да, в себе возможности. Тимофей. Я вот верю, и, к сожалению, так получается. Всё в жизни возвращается, Виктория. Вы ещё не страдали от того, что вы в свою жизнь натворили. Мне очень жалко вашего бывшего мужа. Но так нельзя. Вот. Поэтому я бы очень не хотела, чтобы вам бумерангом всё это вернулось. И чтобы вы вот эти слёзы отплакивали. Поэтому, Руслан, чтобы вы исправили свои ошибки по отношению к нему, чтобы вы, наконец, стали женщиной, очень хочется. Потому что для ваших мальчиков и для вашей девочки это непременные условия. Я считаю, что ей больше подходит третий мужчина, третий герой, третий жених. Я предлагаю выбрать Тимофея для того, чтобы попробовать пообщаться. Он человек искры и может полюбить только всей душой сразу. Я увидела какой-то азарт на сцене, когда он играл с вашими мальчишками. Может быть, вспомнит себя, может быть, какое-то нереализованное желание сыновей. В нём проснётся и эти отношения поддержит. Я увидела искру и в ваших глазах. Именно к нему вы были бы максимально азартны, максимально естественны именно с ним. Хотя другие женихи тоже заставили задуматься. Надо сказать, вы сегодня были внимательны ко всем. Мне это очень приятно. Это вот то, о чём я говорила с самого начала. Это значит, что вы готовы к браку и готовы к новым отношениям и вступать в них. Мне она лично очень нравится. Я бы хотела дать прогноз всем, кто хотел бы обзавестись детьми, но пока не получилось. Тема животрепещущая. Солнце должно вплыть в знак Тельца, а Юпитер избавится от тех сложных аспектов с другими планетами, которые у него были. Это произойдёт 20 апреля. Поэтому, если попытки до 20 апреля у вас были тщетными, то шансы появляются. Это особенно имеет отношение к тем парам, где причины проблем, связанных с зачатием, имеют отношение к мужчине. То есть, если речь о мужском бесплодии, мы сегодня, увы, про эту тему говорили. Я думаю, 20 апреля вымрет Москва. Ну, послушай, ты знаешь, бывает ещё и другая проблема, тоже распространённая, это женская тема. Так вот, если женщина имеет необходимость что-то лечить и нужно обратиться к врачу, если есть проблемы с женским здоровьем, проще говоря, то нужно дождаться 8-9 мая. Эти дни могут стать днём победы, чего я искренне желаю. А вот 12 и 18 мая как раз попытки, связанные с деторождением, с беременностью, лучше оставить, отложить на некоторое время. Всё, проходите к своему избраннику. Я закрываю дверь, он меня просто отшвыривает и говорит, ты мне кто? Ио, Энджи, мои нервы. Нервы. Моя птица, так вы наши. А сидите такая вся в поджачке, вы проходите, постарайтесь не собеременеть в эту первую минуту от счастья. Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать Викторию. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Виктория и Тимофея. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, прожелимся. Удачи, ребятки. Меня зовут Елена, мне 39 лет, я фэшн-стилист, имидж-консультант, персональный шефер. Я люблю активный образ жизни, занимаюсь различными видами спорта и очень люблю делать людей красивыми, счастливыми и уверенными в себе. Мечтаю создать крепкую семью и открыть свою академию стиля. Хочу познакомиться с самодостаточным и сильным во всех смыслах мужчиной, для которого я стану любимой и единственной женщиной на свете. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала.